Здравствуйте, товарищи! С вами художник Степан Коширин. Помните, был такой фильм много лет назад со Шварценеггером? Назывался «Красная жара». И вот там один персонаж говорил «Если ты работаешь на Литейном, значит ты привык к жаре». Вот. Я на Литейном не работаю, поэтому к жаре не привык. А у нас сейчас дома, наверное, градусов под 40. На улице 35, плюс 35. В общем, тяжело, кто понимает. Ну, этот ролик совсем о другом. Я хочу сказать, что я вам могу обещать в этом году. То есть, как бы проанонсировать... ...проанонсировать следующий ролик. Но опять передо мной стоит задача. Как его проанонсировать так, чтобы вы не поняли, о чем будет идти речь. А это всегда очень трудно. Потому что если скажешь, будет неинтересно. Скажу я так. Скажу я так. Значит, есть у нас один интересный объект в нашей любимой стране. Этот объект видели и знают практически все жители нашей страны. Находились внутри этого объекта. Вот ей-богу, клянусь, 80% людей нашей страны находились внутри этого сооружения. Не все. Но 80%. Это точно. Так вот, в следующем ролике, будет это 1 июля, я вам хочу рассказать, значит, кто этот объект придумал. У кого появилась идея построить этот объект в нашей стране. Кто его построил в другой стране. Кто, какой человек его адаптировал под наш менталитет. Вы знаете это частично. То есть, вы знаете историю этого объекта, историю названия этого объекта частично. Я могу вас уверять, что, несмотря на то, что вы знаете, знаете вы не все. Хочу вам дать совет. Следующий ролик. Если вы любите историю нашей страны, следующий ролик, пожалуйста, посмотрите целиком, с начала до конца. То есть, не просто там посмотрел начало и, а, неинтересно. Просто для расширения кругозора посмотреть его один раз. И хватит. Ну, кому-то, может быть, понадобится и 2, и 3 раза. Информация, уверяю вас, будет ценная, интересная. Я расскажу, где был построен этот объект. Потому что очень мало людей знают улицу, на которой этот объект находится. А в объекте знают все. А вот улицу, где его впервые построили, название этой улицы знают единицы. В связи с пандемией я не могу туда приехать и снять с места. Прямо вот на месте снять. Поэтому я вам покажу фотографию и скажу, в каком районе, где это находится. Кстати, этот объект не снесли. А он существует там до сих пор. Вот. Ну, и расскажу, что произошло при адаптации этого объекта под нашу страну, под наших людей. Родилась сама собой шутка. Шутка была такая с обидой. Такая, можно сказать, немножечко с поддевкой. Но нужно было кое-что изменить. Но изменять не стали, потому что самый главный человек сказал «нет». Вот. И про него стали говорить определенную фразу, которая теперь превратилась... Ну, то есть она звучит как анекдот. Поэтому ждите. Встретимся на моем канале 1 июля. Постараюсь сделать все от меня зависящее. Всех вас люблю. По возможности я всегда с вами. С вами был художник Степан Каширин. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...